В мае к нам уже обращался директор фирмы «Энергостроймонтаж» с жалобой на неправомирные действия чиновников администрации Шарыповского района. Молодому человеку удалось отстоять свою правоту и в суде. Но теперь возникли новые проблемы, о которых мы расскажем в нашем следующем сюжете. Фирма «Энергостроймонтаж» выполняла госзаказ по строительству жилого дома. Когда все работы были наполовину выполнены, администрация расторгала контракт с компанией в одностороннем порядке. Однако дом был достроен данным подрядчикам вовремя, а директор вкладывал в строительство собственные средства. Оплатить выполненные работы чиновники отказались и обвинили молодого бизнесмена в вымогательстве. Свою правоту Антон Цехановский пошел доказывать в суд и уже получил решение в свою пользу и исполнительный лист на взыскание задолженности. Просто лежит исполнительный лист в казначействе, счета заблокированы, никаких движений нет по счету и денег якобы на рассчитывание с нами тоже так же нет. Арбитражный суд Красноярского края принял решение полностью удовлетворить из кантона Цехановского и обязал администрацию города Шарыпова выплатить за должность компании в размере 5,5 миллионов рублей. Решение суда уже вступило в силу, но исполнять его чиновники даже не собираются, приводя нелепые доводы, что решение суда сфабриковано. У нас было неоднократное письмо написано в администрацию, то есть с вопросом, как протекает исполнение нашего, то есть как они какие-то меры предпринимают, чтобы исполнить наш лист исполнительный, предъявленный. На что были какие-то неадекватные письма, что лист незаконный. Такая позиция администрации как минимум незаконна, уже потому, что решением суда были удовлетворены требования Цехановского и взыскана определенная сумма по указанному делу. Это неоднократный случай, когда органы местного самоуправления уклоняются от исполнения судебных решений. В настоящий момент единственный законный способ повлиять на администрацию это обращение в службу судебных приставов по соответствующему району для принудительного исполнения судебного решения. В службе судебных приставов нам сказали, что если требования не будут удовлетворены добровольно, то тогда чиновникам грозят крупные штрафы с предложением повторного исполнения до тех пор, пока судебное решение не будет выполнено. В таком случае приставы будут вынуждены принудительно взыскать данную задолженность.